Ледниковый период в Самаре заканчивается. Большинство территорий, где еще недавно нужно было передвигаться с осторожностью, привели в порядок. Государственная жилищная инспекция проверила более трех тысяч дворов в разных городах и селах. В каждом десятом случае были выявлены нарушения. Хотя еще две недели назад задачу особой важности обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре глава города Елена Лапушкина лично контролирует процесс ликвидации ледяных групп. Однако до сих пор встречаются дворы, где управляющие компании еще не принялись за дело. Здесь не убиралось вообще ни разу, ничего. Они сделали вид, они приставили один раз там трактор, который сделал видимость, вроде бы они убрали, и больше ничего. Ну а как вот вы ходите? Как мы ходим? Мы ползаем. Этот двор по адресу улица Полевая, 88 в Самаре, остается зоной повышенной опасности. Здесь можно получить не только травму, но и оказаться в луже. Управляющая компания ссылается на то, что у нее слишком много объектов и не хватает техники. Реакция есть, просто планово подошли к этому вопросу, распланировали. То есть и, так сказать, завтра здесь будет произведен механизированный убор. Постараемся убрать все автомобили здесь стоящие и навести здесь надлежащий порядок. Между тем, борьба со снегом и наледью не проиграна. Проверки продолжатся до тех пор, пока не будет наведен полный порядок, или все это не растает само собой. А чем больше нарушений, тем больше санкций. Государственная жилищная инспекция в очередной раз предупреждает, штраф для управляющих компаний составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Может быть комплекс событий, мероприятий и доводов, которые приводит управляющая организация, но нам с вами, как потребителям, услуги абсолютно все равно, в каких рамках они находятся. Потому что если управляющая организация взяла на себя такое бремя, взяла такое количество домов, и это ей не по силам, либо она оставляет эту работу, либо она ее делает качественно. Потому что это ее прямая обязанность. И доводы, машины стояли, не вовремя оплатили, они здесь просто не унесли. Несмотря на начало календарной весны, рассчитывать, что лед растает сам собой, не стоит. В регионе снова объявлен желтый уровень погодной опасности. А потому контроль за работой по очистке льда только усилится. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События.